Знаменитые часы Победы и их модификации долгое время были единственным видом мирной продукции этого большого предприятия. С началом конверсии уже освоены десятки наименований изделий, сложных электронных систем управления для бытовой техники, саму бытовую технику, уникальные медицинские приборы. Буквально до последнего времени заводчане на 100% выполняли договорные поставки, не повышая цену на продукцию. Разрыв связей с поставщиками, особенность союзных республик, заставил пересмотреть их. Например, средняя цена часов с 24 рублей повысилась до 45. Хотя зимовские часы остаются самыми дешевыми в стране, наметившаяся тенденция беспокоит коллектив. Мы вынуждены уже производить закупку многих материалов на бирже. А цены биржи вы сами знаете какие. И цены на свою продукцию мы просто вынуждены будем повышать. Но это автоматически поведет к росту цен где-то на других предприятиях. Скажем, мы имеем небольшое металлургическое производство. Медь мы получаем из Казахстана. Мы получаем из Казахстана пластмассы. Но и в то же время поставляем очень много продукции. Мы за то, чтобы как можно быстрее восстановить, продолжить те прямые связи, которые существовали у нас между предприятиями на базе существовавших фондов.